Приветствую же вам подписчики и рыболовы на канале Авторская Прикормка. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом одного из простейших чесночных антрактантов для ловли карася и карпа. Рецептов чесночного трактанта достаточно много. Надеюсь, сегодняшний рецепт, который я вам покажу, будет для вас новинку и вы также будете его использовать на своих рыбалках. Приступим к приготовлению. Замешивайте трактант, я буду в такой удобной таре. Для начала я туда добавлю чайную ложку морской соли. И около 100 мл воды. Нужно тщательно размешать, чтобы соли растворились. Теперь сюда постепенно добавляю 10 г желатина. Также размешиваю. Также дополнительно не помешает добавить совсем немного лимонной кислоты. Чтобы наш аттрактант хранился дольше. Еще раз тщательно размешаем, чтобы все компоненты растворились. Теперь сюда нужно добавить свежевыдавленный чеснок. На количество 80 мл я использовал 3 крупных зубчика чеснока. Также еще раз размешиваем. Аттрактант практически готов. Теперь скажу немного важную информацию. Густоту аттрактанта можно увеличить, добавив чуть больше желатина. Также этот аттрактант мы готовили на воде. Несмотря на то, что здесь чеснок, немного даже лимонной кислоты мы добавили. Срок хранения у него небольшой. Но этот аттрактант достаточно ходовой. Поэтому вполне, приготовив за неделю до рыбалки, ничего с ним не произойдет. Даже месяц он отлично пролежит в холодильнике. Только нужно будет плотно закрыть крышкой без доступа воздуха. Но самое лучшее свойство это примерно неделя-две. Дольше не стоит его хранить. Потому как здесь настаиваться нечему. Здесь соль, чеснок. Если хотите увидеть также чесночный аттрактант с более длительным хранением, напишите в комментариях. Я сниму для этого отдельный ролик. И покажу аттрактант чесночный. Также с хорошими характеристиками и свойствами. Но с более длительным сроком годности. Также этот аттрактант популярен за счет того, что все компоненты для его приготовления очень доступны. В некоторых случаях его можно даже приготовить без желатина. По сути, ведь желатин здесь только лишь для того, чтобы создать вязкость. Был очень рад поделиться с вами этим доступным и эффективным рецептом. Буду рад вашей поддержке. Присоединяйтесь к моему каналу. И не пропустите новый выпуск. Продолжение следует... Продолжение следует...